Волонтёр-аниматор Это моё. А потом взял любимую гитару, надел куртку со значками, в которой выступал на знаменке, и приехал по указанному адресу. Там ему очень обрадовались. Завели в палату к лежачим старикам и сказали, вот ваша работа. Нужно будет кормить ваших подшипных с ложечки, убирать за ними, менять бельё, переворачивать, чтоб не было пролежней, вывозить на улицу на прогулки и мыть. А потом, если останется время, можете, конечно, поиграть для них на гитаре. Только тихонько, чтоб другим спать не мешать. Знакомый от всего этого немножко обалдел и хотел быстренько оттуда убежать. Но поскольку был человеком верующим, решил, что не просто же Господь его туда привёл, взял и остался. Поставил любимую гитару в угол и стал делать, что нужно. С тех пор прошло уже три года, а он всё ещё там работает волонтёром. Когда я спросил его, почему, он просто сказал, что никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас. Правда, на гитаре теперь он играет редко, свободного времени почти нет, но думает, что муза на него не в обиде. И вообще, говорит, жизнь у него тоже сильно за последнее время изменилась. Раньше, например, он в храме стоял, ворон считал. А сейчас, в воскресенье, прямо ноги сами несут, говорит, на службу. Раньше молитвы прочитал с кроговоркой и бежать. А теперь старается каждую молитву осмысленно проговаривать, с чувством, благоговейно. А главное, к людям стал относиться. Как-то терпимее, говорит, мягче, что ли. Раньше, что ни по нему, сразу в драку лез. А сейчас, если рядом начинают кого-то осуждать или спорят о чём, он молчит и всё. А недавно с девушкой, говорит, замечательно, познакомился. И безо всяких там песен под гитару. Такие дела.